Всем привет дорогие рукодельницы! С вами сегодня Светлана Гаспорович и мой канал Дом Творчества. В этом мастер-классе я покажу вам, как сшить вот такой органайзер для вышивальщицы. Он имеет форму папки, закрывается на молнию, а внутри вы видите много карманов, отделов для хранения всех самых необходимых вещей для рукодельницы. Это карман для ножниц, еще большой объемный карман на кнопке для различных мелочей, также имеется прочный карман на молнии, куда можно поместить нитки. Есть специальный отдел для пялец диаметром 20 см, держатель для ручек, карандашей, еще один карман на кнопке для мелочей и место для хранения иголок. Ах да, еще глубокий карман, куда можно положить схемы, вышивки или некоторые свои работы. Надеюсь, вам понравился этот органайзер и вы уже готовы приступить со мной к работе и сшить себе такой же. Итак, выкроили две детали органайзера. Это будет лицевая сторона. Их я пристегала синтепоном и с любой другой тканью. А вот и все остальные наши заготовки. На них я не буду останавливаться, так как все выкройки вы найдете под видео в описании или в моей группе ВКонтакте. Хочу только сказать, что все эти детали я продублировала флизелином. Еще нам понадобится пленка для прозрачного кармана на молнии. Можно для этого использовать обычную ученическую обложку. И если вдруг она у вас немного помята, берите фен и нагревайте ее. После чего пленка выпрямляется. Для пошива органайзера нужно будет еще косая бейка и молния. И переходим к пошиву. Заготовим одну часть органайзера. На ней будет карман. Вход в карман окантуем. На этом кармане будет еще один карман. Затем на него настрочим еще один карман. Он будет объемным и закрываться на кнопку. А справа от этого кармана мы настрочим эластичную ленту любого цвета. За счет которой будут держаться ручка, карандаш. А над карманом вырежем из фетра прямоугольник. Настрочим его и получится место для хранения иголок. Это коротко о нашей предстоящей работе. Теперь заготовим первый карман. Берем верхнюю и внутреннюю часть кармана. Укладываем лицом к лицу и обтачиваем детали. Шириной шва 5-7 миллиметров. Оставляя отверстие, чтобы мы могли вывернуть карман. После этого подрезаем уголки и выворачиваем карман. Выправляем края и углы кармана. В том месте, где у нас осталось отверстие, направляем припуски вовнутрь. Закалываем их булавками и приутюживаем карман. Теперь берем второй карман и намечаем линии, по которым будем настрачивать карман на кнопки. Отступаем по 2 сантиметра. Подкладку можно пока убрать. А дальше на первом кармане закладываем складки с одной и со второй стороны. И закрепляем этот карман на нашем среднем кармане. И настрачиваем его по боковому краю на 1-2 миллиметра. По низу этой же строчкой мы закрепляем складки. И закрываем отверстие, которое мы оставляли. И настрачиваем дальше по боковому краю кармана. Делая в начале и в конце строчки закрепки. Вот и готов маленький объемный карман. Осталось поставить кнопки. Находим центр. Вниз отступим 1 сантиметр. И ставим кнопку. Для этого я использую все тот же пресс. Так, одну часть кнопки поставили. И теперь находим место для второй кнопки. А дальше настрочим резинку. За счет которой будут держаться ручки, карандаши. Подгибаем срез. Настрочим его. Затем огибаем резинкой ручку. Намечаем место настрачивания резинки на органайзер. И точно так же определяем длину и место настрачивания резинки для второй ручки. И закрепляем ее. Теперь выкраиваем из фетра прямоугольник 3,5 на 8 сантиметров. Срезы я подрезала фигурными ножницами. И настрачиваем по всем срезам. Все, что мы планировали сделать на этом кармане, мы сделали. Теперь берем подкладку кармана. Укладываем ее лицом к лицу основной детали кармана и обрабатываем верхний край. Затем выворачиваем, выправляем край и приутюживаем его. Затем прокладываем отделочную строчку на расстоянии 2-3 миллиметра от края. И карман готов. После чего берем третий карман с подкладкой, а на него укладываем всю заготовку, которую делали раньше. Уравниваем срезы и скалываем булавками. После чего окантовываем вход в карман. Для этого нам понадобится косая бейка, которую я заутюжила пополам, но не совсем пополам. Один край у меня получился короче другого. И вот этот короткий край мы укладываем на лицевую сторону кармана. Закрепляем бейку булавками и прострачиваем. Вот так это выглядит с лицевой и с изнаночной стороны. А дальше берем внутреннюю часть органайзера. Укладываем на нее все карманы на расстоянии 5 сантиметров от среза. Также скалываем детали булавками и прострачиваем, закрепляя их между собой. Первая часть органайзера готова. Теперь переходим ко второй части. Здесь у нас тоже будет объемный карман, как в первой части. Только он будет больше по размеру и с клапаном. Также мы сделаем еще карман для ножниц, который будет закрываться на клапан. Уголки по клапану будут иметь закругленную форму, но это мы сделаем чуть позже. И внизу у нас будет еще карман прозрачный и закрываться он будет на молнию. Начинаем обрабатывать карманы. Укладываем детали лицом к лицу и обтачиваем. Точно так же, как мы делали самый первый карман. Обтачаем его, вывернем и приутюжим. Клапан кармана также обтачаем. Но перед этим нарисуем форму уголков. Для этого можно взять свечу и обвести ее. Затем обтачиваем детали, оставляя отверстие, чтобы можно было вывернуть его. И приутюживаем. Второй карман для ножниц и сам клапан обрабатываем по такому же принципу. Карманы готовы. Вот отверстие, через которое я выворачивала данный карман. Припуски заутюжила. Затем это отверстие застрочим, когда будем сам карман настрачивать на органайзер. Для ножниц карман также готов. И клапан при пуске. Отверстие тоже заутюжены. А сейчас хочу немного остановиться на обработке клапана. Когда мы обтачали детали, необходимо обязательно сделать надсечки по закругленным краям клапана. Чтобы получился красивый закругленный край. В первом кармане я уже заложила складки. Так, чтобы ширина кармана была 11,5 см в готовом виде. И теперь намечаем разметку, по которой мы будем укладывать все карманы. Сверху отступаем 3 см. Это будет место настрачивания клапанов. Далее 1,5 см. Вход в карман. 2 см от бокового среза и 11,5 см. Это линии, ограничивающие объемный карман. Укладываем его, совмещая края с линиями и настрачиваем. Затем настрачиваем второй карман и клапаны для первого и второго кармана. После чего на первом кармане поставим кнопки. А сейчас сделаем последний карман. Вырежем из пленки деталь шириной 10,5 см. И пришьем к верхнему срезу молнию. Правда, она чуть-чуть короткая, но ничего страшного. Не пропадать же добру. Удлиним ее. Для этого выкраиваем две детали. 4,5 на 6,5 см. Складываем деталь пополам, лицом к лицу. И прострачиваем. Затем одеваем этот чулок на молнию и прострачиваем. А дальше отворачиваем ткань. И у нас получается красивый чистый край. После чего находим середину на пленке и на молнии. Укладываем ее к срезу кармана, совмещая метки. И притачиваем близко к молнии. А дальше вы можете настрочить вдоль молнии тесьму, окантовать срез. А можно взять и проложить декоративную строчку. Теперь берем органайзер. Отступаем вниз от карманов 1 см. И укладываем молнию лицом вниз. Совмещая звенья молнии и намеченную линию. Затем настрачиваем ее, прокладывая строчку близко к молнии. После чего пленку отгибаем вниз и настрачиваем этот карман на органайзер. И переходим к молнии. Берем молнию длиной 74 см. Одеваем бегунки. Если вы не знаете, как это сделать, я оставлю ссылку на мастер-класс, где я подробно показывала, как они одеваются. Затем берем внутренние и внешние боковые части молнии. Я их всех продублировала, конечно. И теперь укладываем внешнюю деталь лицом к молнии и внутреннюю. Ее мы укладываем лицом к изнанке молнии. Закрепляем детали между собой булавками и стачиваем, прокладывая строчку близко к молнии. Для этого нам понадобится специальная лапка для пришивания молнии. После чего прокладываем отделочную строчку вдоль молнии. И когда молнию обработали, берем две детали, укладываем между ними молнию и прострачиваем на ширину припуска. Затем точно так же обработаем второй конец молнии. Вот такая деталь получилась у нас. А в местах стачивания молнии я проложила отделочные строчки, чтобы закрепить припуски. И теперь деталь молнии нам нужно соединить с верхней и нижней деталями органайзера. Для более точного соединения найдем центр на деталях и сделаем надсечки. А теперь укладываем детали органайзера лицом к лицу, совмещая надсечки. И скалываем булавками, равномерно распределяя детали по всей длине. И стачиваем со стороны верхней детали органайзера. Затем по такому же принципу пришиваем нижнюю часть органайзера. После чего пришиваем внутренние части органайзера. Для этого верхнюю и нижнюю части укладываем лицом к лицу. Затем берем внутреннюю часть, укладываем ее лицом вниз и будем ее пришивать к припускам нижней детали. Для точного соединения найдем центр и поставим метки. А теперь закрепляем детали между собой, затем стачиваем, прокладывая строчку, попадая в нашу предыдущую строчку. А для того, чтобы мы могли вывернуть органайзер, оставляем отверстие. Делаем надсечки на закругленных уголках и выворачиваем. А отверстие, которое осталось, мы зашьем его вручную, по тайным швам. Теперь точно так же пришиваем вторую часть органайзера к верхней лицевой части, оставляя отверстие. Вот и все. Осталось зашить отверстие и приутюжить органайзер. Всем пока и до новых встреч!